Ну а мы переносимся в инженерный дом Петропавловской крепости. Там открылась персональная выставка народного художника России Никаса Сафронова под названием «Большая любовь к Петербургу». Ну какие произведения мастер посвятил нашему городу и какие известные личности уже успели посетить экспозицию, знает наш коллега Дмитрий Аксенчик. Дима, доброе утро, тебе слова. Еще раз доброе утро, коллеги, доброе утро, Петербург. Действительно, на этой выставке представлено более 90 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. И, кстати говоря, вот прямо за Мейсманом видим портрет. Это никто иной, как Павел Дуров, основатель ВКонтакте и Телеграм. Персон номер один во всех мировых новостях. Но, тем не менее, выставка целиком практически посвящена любви к Петербургу, которую Никас Сафронов выражает в своем творчестве. И вот о том, какой он Петербург в глазах этого художника, нам расскажет арт-директор Никаса Наталья. Доброе вам утро. Доброе утро. Итак, продолжая сразу заданную тему. Какой же он Петербург в глазах Никаса Сафронова? Ну, знаете, он прекрасный, удивительный город на Неве, в первую очередь. Да, это город побратим в Венеции. И не зря мы в первую очередь начинаем, конечно же, с картины Пушкина, к которой мы подойдем, я так думаю. И дальше следующий зал у нас полностью посвящен Венеции, как побратима города Петербурга. Давайте, конечно же, подойдем к этой картине. Это такое наше солнце русской поэзии в образе греческого бога, в яблоках и прочих дарах осени. Что же хотелось сказать? Дарах осени, да, но в первую очередь это символ Санкт-Петербургского стенда на экономическом форуме. И эти буквы, вот как раз-таки, которые сзади вы увидите, стали прототипом этой картины. Тем самым мы начинаем с нее. Здесь удивительная сама по себе экспозиция, подача самого именно поэта и красивая рама, как вы обратите внимание. Пониможитель фактически. Да, да, да. Что ж, продолжая тему, уже, опять же, анонсированную вами в этом зале, мы видим, значит, я так понимаю, сравнивают Петербург с итальянским городом Венеции. Да, и, конечно, мы начинаем нашу экспозицию с Петропавловской крепости, сердца Петербурга. И каждая картина, как вы знаете, она у нас оживает, и каждый зритель сможет увидеть, а что же, в принципе, хотел показать автор той или иной работой и как она... То есть это, на самом деле, метавселенная такая, несмотря на то, что это исторический центр Петербурга, когда вы ее оживите, вы увидите, что сзади нее оживает и появляется мегаполис. А как вам кажется, вот как фактически знаток творчества Никса Сафронова, вот что общего, какие общие черты закладывает художник, когда пишет, скажем, пейзаж Петербурга и Венеции? Ну, в первую очередь, конечно же, это уникальная архитектура, уникальные люди, это город на воде и тот и другой, да, и, наверное, это самые основные такие черты. Смотрите, один из залов, который здесь на выставке представлен, как раз-таки посвящен известным личностям. Мы знаем, что Арнелла Мути посещала выставку, открытие выставки, и, опять же, говорим непрерывно о связи с Петербургом. Вот как она связана с Петербургом и любовью к нашему городу? Удивительным образом Арнелла Мути связана с Петербургом. Ее бабушка и дедушка родом из Петербурга. Ее папа, дедушка работала врачом, и даже когда она была на экскурсии в Юсупском дворце, для нее сыграли Рахманинова, и она сказала, что круг замкнулся удивительным образом. И вот, посетив нашу выставку, она прикоснулась и стала очень ближе к своему роду, именно к русским корням, которые из Петербурга. Не можем не обратить внимания на эту картину, она такая обособленная, я бы сказал, и ковровая дорожка здесь, и закрывающие, значит, фактически предметы. Очень напоминает Петра Алексеевича, но, как мы понимаем, это не он. Да, это не он. Многие в Петербурге говорят, что это Петр Первый, но нет, это, конечно же, Дали. И Никас, ну, как бы очень часто сравнивают с русским Дали, его называют. И мы особенно выделили концептуально эту работу, потому что Никас когда-то в свое время встретил Дали, будучи в Венеции, когда он шел на свою помолвку, и он, к сожалению, так опаздывал, что он даже не пожал ему руку, о чем он всю свою жизнь сознательно жалеет. И поэтому мы выделили специальным местом и сделали экспозицию, которая очень напоминает музей Дали, даже поставили диван в виде губ, чтобы люди могли сидеть и наслаждаться этой работой. Если совсем коротко, вы могли бы рассказать о самой интересной технике, в которой работает Никас Афронов? Мы как раз подошли к знаковой картине. Эта техника называется Dream Vision. Она создана автором, ее на сегодняшний день никто не может повторить. Это техника многослойности живописи, и есть, конечно же, такие импрессионистские ноты, скажем так, в этой технике. И, конечно, он сочетает вместе со своим романтическим символизмом. Шар, зачарованный светом, который вы сейчас видите, это прекрасный показатель, пример данной работы. Да, спасибо большое. Но, кстати говоря, у нас есть возможность даже оживить эту картину. Здесь представлены специальные QR-коды. Мы наводим мобильное устройство, и нам открывается по ссылке, собственно, само видео, которое вот таким чудесным образом еще больший шарм добавляет творчеству Никаса Афронова. Посмотрите, какая красота. Коллеги, что скажете?